Всем будут угощать и дорогавцы клощадке, правильно? Так что у всех будет в сторону. Вот наши дорогавцы, значит, наряжаются... Какие-то такие нравятся. Давай, мы идем тебя нарезаем. Красивее, мы идем. Давай, мы идем. Он этим уже наряжается. Вот, давай сюда, прицепим. Ну что, дорогие друзья, пока там идут приготовления. А наши караканчики тоже красивые, белые, пушистые, добрые, все понимающие. Все это, значит, радуются. Уже нарядились давным домом. Ну, мама солидная, она дома сидит, дожидается обеда, конечно. Вот, а молодой, молодой каракан, вот и решил поройтись погулять, пока там идут приготовления к свадьбе, да? И побежал к лесным массивам, да? Вот про трамвай-то мы вспоминали, да? От края до края, недалеко, через город. Он побежал к лесным массивам. Только не поторчи. Не поторчи только. Да, и надо сказать, на миг, на миг, давайте послушаем еще маленький нюанс, дорогие друзья, что у нас сказки есть. Сказывается, за тем лесным массивом жил старый колдун. Да, жил он там давно. Уж 300 лет прошло, как никто его не видел. Почему такое дело? Потому что влюбился. Душа у него была, конечно, белая, светлая и временами проявляла интерес к нему. Но все остальное время он предпочитал посетать свою черную богиню. Вот она, черная богиня. Вот. И в подружках у него была собака. Собака. Звездная когда-то, белая когда-то. Но она, да, вот такая вот на земле оказалась. Вот рядышком со знаниями великими, да. И все, карты, карты кидал. Игипетские, таро. То одно ему расскажет, то другое. В общем, колдун так увлекся, что 300 лет не появлялся нигде на виду. Где? Быстрее, душа. А туда, сюда, туда, сюда. Вот. Здесь не речь. 300 лет. Представишь. 300 лет. А ты все надеешься. А ты все надеешься. Это премьер, век, душа белая, светлая. А там же собака, это, Росомаховная. Сидит, крыши, карты раскидывает. Собака Росомаховная. Вот. Слышит дальше, крыши, я убью. Придушу журты, это, вениха. Не мешало. Слышит. Слышит дальше. В общем, сидит он в своей конуренке там со своей собакой Росомаховной. А про него народ-то уже забудет, 300 лет прошло. Да? Слышит дальше. А тебя не возбавило? А вот отвезли,lio lihat. Представляешь? Узнал, усят, как у тебя гнев там гнев' и вы ... Ты понимаешь, что говорить не можно? Душа, уйди, взяр,, уйди. А вот следующая душа белая, светлая, а он вот, видишь? А это и будет душа? Нет, а он нам отдал две. Ты как выйдешь так? Первая система бушевала. На время, на время. Иди вверх. Иди вверх. В общем, Асевчанов стал и начал бушевать. Твою дивизию! Веду меня не подкладывай! Вашу мать! Я вам покажу! Я вам покажу про бушиня кулей! У меня против него нет ничего. А схемы. Кто такой? А я колдун. Махни, чтобы у нас казна наклубляет. Зачем мне это надо? Мне это надо. А мне похнило, что тебе так. Глазатор наваляется. Всегда. А че он такой звук? Почему меня не позвали? Ко мне не позвали. Я 300 лет к ней бухал. Комбасы не ел. А мы думали, что ты давно умер. Если бы у вас была такая жена, как у меня, то 300 лет пролетело бы как один день. А где жена? Собака. Это вторая его жена уже. Первая жена была душа-время. Она ходит мимо. Душа-время ходит мимо. Да. А вот вторая собака Росомаковна, видите? Она сразу прибрала шоков, облизала. Картишки. Как все у вас у людей создавать? А как бы нам тебя теперь задобрить, милый человек? Бесполезно. Он же колдун и он осерчал. Поэтому он сказал, я вам устрою. Пошел к себе домой. И сказал, устрою. И че нам теперь ждать? Да. И он к себе домой зашел. Да. К своей любезной Росомаховне. И начал думать, как же им отомстить. И решил. Ну, как в сказках водится. Навести на них порчу. Порчу. Да. Порчу. Вот. И как раз в тот момент, когда наш белый, пушистый, добрый, с острым носиком, с мягкой кисточкой, хвостиком, он пробегал мимо, радует структура свадьба. Вот. И вдруг он услышал страшный голос. Страшный голос. Страшный голос. Да. Нет, нет, нет. Страшный голос этого колдуна. Он в этот момент, в общем, серчал и говорил, что я сейчас не устрою. Я сейчас тебе устрою вашу мать. И в другую. Быстрее. По дорогам за елочку затрепетал. И за елочку спрятался и слушает. И в это время колдун сдал и произнес свои слова порчи. Алина керat. Кто там устроил? И три бачки-чет. Элочка испортилась. Алина кератом. Элочка, не夫на. И всё с ними. Ну, эй. Ха! Элочка! Алина кератом. Алина кератом. Кто поцелует принцессу, тот рассыпится на множество маленьких крохотных мерзких священников. Кто поцелует принцессу? Кто поцелует принцессу, тот развалится на много мелких гадостных существ. И в это время произвучали драмы, и пролетело ку-ку-ку. Слова колдуна приобрели силы, а наша каракашечка закрясется за елочкой и понял, что надо как-то спасать свое царство и государство, в котором он так хорошо и вкусно ел колбасу. Что же надо делать? Надо же бежать, надо же что-то сосать, а, говорит, он не умеет, он не может зайти, он все понимает. Пушистый, 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 смотрите, белый, пушистый, добрый, чуть больше кошки, меньше собачки, тут кости, кистички, но сказать-то он не может. Он бежит, бежит в свое царство и государство, бежит в царство и государство, а там апофеоз. Да, вот, уже все, апофеоз, тот Кихот уже готовится к злованию принцессы. Апофеоз? Да. Уже свадьба, уже во весь разгар, уже должен произойти первый поцелуй. Апофеоз? Да. А принцесса так, шмык-шмык ножкой, мол, кыш отсюда, кыш отсюда, кыш отсюда, кыш отсюда. Да, что-то сказать хочешь, но не может. Ну, я как человек ученый попробую перейти. Ну, если ты дворец змей, то все. Ну, если ты змей, то все? Если... Это не приличного. В общем, если ты, говорит, принцессу поцелуешь, то умрешь. А он же у рыцарей, он ничего не боится. Давай, 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 пригрел. Папаня, папаня пригожает. Да, нечего. Некравное положительное. Ты должен, наверное, тогда пожертвовать собой, тараканчик. Раз они тебя не понимают, тебе надо тогда, наверное, броситься, ну, хотя бы лизнуть ее в нос, что ли. Ну, в общем, быть первым. Итак! Ура! 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 И в этот момент дал кромболния! И наступай! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok